всем доброе воскресное утро который у нас начинается с чего правильно с перевода часов на часик вперед то есть уже представляете не 9 15 а 10 15 а встала я уже два часа назад прикол да ты чё тут сидишь то ну давай тебе печеньку да на печеньку эти печеньки уже знаете везде прячет не очень ему нравится и он их везде прячет а еще еще а еще у нас пасмурная погода вот вроде как дождик не мой да дождик брызжет но я с чарли хотела гулять его не видно он такой мелкий мелкий противный как роса но идет как пахнет дождем пипец как вкусно блин но это да нам придется не знаю гулять то отменяется как мы будем гулять такую погоду то то такой прям как роса не знаю как вам показать не видно но идет а я хотела мы первым хотели сейчас пойти шоколад и чуром с чурами позавтракать но это типичный испанский завтрак который можно себе позволить по воскресенье потому что супер калорийный но и потом с чарли погулять ну мы наверное поедем позавтракаем с ним возьму его а погулять не знаю муж 5 метров и погуляет что ты никак не угрызли уж печеньку чем вот такие у нас планы на утро я люблю дождь только скучно дома так как и не домашний человек в итоге мы не поехали пить шоколад с чуром потому что было уже поздно часы то перевели и думаю мы сейчас наедимся и потом пиво с тапами поедем пить а желание никакого не будет в общем позавтракали дома сейчас приехали на пляж дождик конечно идет но чарли погулять так хочет хотя такой какой то то идет то сильно то не сильно смотрите как у нас тут все затоплено нас даже по телевизору показывали пляж наш что его затопило но мы сейчас немножко тут пройдем тут недалеко не холодно и ветра нету поэтому как бы можно погулять только что-то у него желание особого нету гулять он меня вообще воду то не любит вообще не любит поэтому как бы это не его любимая погода ну ладно хоть подольше свежим воздухом смешной муж там сестре звонит своей чтобы поехать вместе пиво попить поэтому потапом сейчас рваню иду смеюсь насчет обогревателя и шланга который положил на кресле муж вчера приходит смотрит и говорит уже поздно вечером значит темно он смотрит на него говорит ну сейчас я его не буду устанавливать я говорю ну ты же имей в виду сегодня утром взялся что-то там его типа делать и куда же ты полезешь говорю в дождик то в общем работает мои методы обучение скажем так так что будем дальше экспериментировать чали мой не хочет уже гулять бежит к машине весь промок но не холодно поэтому ничего страшного если бы было холодно я бы естественно с ним не гуляла но он и дети нюхают всякие эти поэтому как бы нормально и не сильно он так прям помог видите так ножки немножко промочил но погода конечно замечательно люблю в такую так погоду погулять класс и ветренеть мы приехали в соловрине опять в одном баре уже повели рыбку сейчас едем идем в другой тут вообще почти вся семья собралась и поэтому мы сейчас тут будем не знаю чем я уже наелась если что третье какое у нас небо там прям так все загородило холодно в принципе то сейчас что-нибудь тут побаклакаем я уже устала я уже дома хочу видите здесь красиво ты такая туристическая зона нигде вот это в том городе городе где я работаю но это вот более я на горе как бы историческая часть а здесь более туристическая скажем так более цивильно время шестой час на пол шестого мы только приехали давно представляете куплены за политику они там болтали оказывается скоро выборы президента здесь сейчас же без президента страна вот 28 на пасху представляете 28 числа как выборы и вот они там спорили за такую партию голосовать в общем президента не имеют права голосовать только только граждане так как я не гражданка испании я не голосую поэтому мне не интересно эти разговоры а там хотя я знаю кто где президент какой там политики для для тополя естественно уже столько лет жить здесь и не но я не знаю кто-то не знаю кто-то не знает тоже смешно тем более у нас в семье у мужа есть короче племянники да которые работают занимаются политикой скажем потому что работать в политике как-то не звучит занимаются политикой и вот они там значит за эту партию надо голосовать где находится эти родственники в общем их дурдом на выезде я в этих разговорах не участвую но интересно послушать как они разговаривают сейчас себе сделаю чай с имбирем и мятой и будет не включу то знаете прям когда были вот соловрине там на пляже прям где замерзла там такая влажность сильная вот и замерзла выпила там кофе без без кофеиновые и все равно и вот сейчас хочу чайка чайку долбануть с имбирем нагулялись когда сможем вдвоем идем за полчаса все делаем мы погуляем его и его попьем а с ними кружишься кружишься сейчас еще и заехали же шоколад с буньёлы с пончиками поели в общем пипец сегодня завтра нужно все это раскресать хотя я не сказал что сегодня много поела мы поели рыбу жареную а вот и все и все и вот только пончики с шоколадом это как бы воскресенье надо а кстати ли мы лимончик и сейчас чаечку с лимончиком дело в барах че какие-то в обычной знать они невкусные поэтому как бы нужно какие-то специальные тип а в обычных где пиво пьют этапы то там че и невкусные поэтому лучше кофе пить чем все таки испанцы чаи не очень любят не очень употребляют они больше по кофе пошла я замятой и будем какой-нибудь фильм смотреть интересный ой дождь у нас по моему заканчивается хотя и фиг его знает сейчас закончится потом опять начнется вот сидит сидит моя рыба моя рыба такой кудрявый вообще так как мокрый был такой кудрявый так прыгает на эту что вот этот вот так отодвигается постоянно у при прыгает оттуда рюх сюда и и вот этот вот ящик улетает за 3 9 земель ладно буду чай пить смотрите какой интересный вкус мне кажется мята здесь лишний имбирь и лимон и мята что-то все на свете будет невкусно мне кажется говорится я услепилась чего из того чтобы его нет так попью приятного мне просмотра вынесла сегодня вот этот цветок сюда чтобы он как бы не знаю типа влажность же большая эти как у него прям листок вот с этой стороны такой бархатистый бархатистый знаете на что похоже это математчиха математчиха же тоже с одной стороны такая гладкая с другой стороны как такая как знаете как пауки бывают такие волосатые вот еще одни листики растут в общем растет надо его пересадить кстати мята это пипец какой-то вы посмотрите как она вымахла а пахнет обалденно смотрите меня все цветочки цветут вот эти цветочки цвету этот зацветет еще смотрите какой у нас туман не туман это такие низкие облака облака белок то есть вы знаете когда там ясно там города вы же знаете там горы слушайте а мы сейчас наверх поднимемся все увидим паркуется машина вообще дождя нету ласточки высоко летает значит все будет дождя больше не будет сейчас наверх поед пооднимусь посмотрю лезет лезет за мной лезет за мной конечно куда ты скажешь без меня без меня куда поехал смотрите над морем уже практически нету туч да и на небе терраску мне помылись тут а тут видите как горы все в этих смотрите какая красота смотрите вот эти горы красиво видите как низко облака на камере кстати все это намного светлее чем на самом деле время пол восьмого смотрите как светло вчера было в это время пол седьмого а сегодня пол восьмого уже и довольно таки холодно знаете ласточки тишина сел сидит сидит лохматый мой лохматый цифр на нашистый хмель сюда вода стекает сказал муж на этой неделе мне все тут сделает не знаю я тебе конечно верю разве может быть сомнения сделаешь мне эту крышу сделаешь или может нет может быть и нет поживем увидим про ветер такой ледяной ну вот посмотрели на погоду кстати сегодня так как дождя дождь был без ветра доме нас тут ничего не намочилась все сухо и хорошо когда с ветром конечно сюда немножко дождь попадает а без ветра все зашибись будет холодно на улице офигеть офигеть можно так что закроем штурочку кстати классно шторка помогает вот это вот всю зиму проземного взимовали с этой штурочкой и я тебе конечно верю это чтобы чарли выходил и заходил свободно позагорать скажем так на терраске вы опять меня увидите сейчас за деланием чая я что-то замерзла лежала в ю тубе смотрела сидела там все видео которые вышли вчера мне не было времени совершенно там полазить поэтому я сегодня договорюсь вчера работа же была представляете на следующую пятницу субботу передаю такой дождь ну это что такое самые мои рабочие дни передаю дождь вообще шок я буду жаловаться начальнику по погоде я буду жаловаться что такое нельзя в понедельник сделать дождь вообще как это так я тебе конечно верю разве могут быть сомнения так ладно вот показала вам погодку а то сейчас я просто лежу найти на диване смотрю вот это вот в окно это вот красоту и думаю пойду поделюсь с людьми такой красотой тоже я тебе конечно верю разве могут быть сомнения завтра у нас сколько какие планы есть о не знаю сбудутся или нет уже три недели это этим планом и никак и никак никак мы не можем их осуществить будем надеяться что завтра осуществлю и сниму вам замечательные интересное видео держим пальчики или кулачки или что там еще надо держать чтобы все у нас свершилось будем опять чаевничать а что еще делать выходные он какой-то выходные бы целый день до пол шестого где-то шастали что случилось кстати сегодня вечером я опять одна футбол и может быть ноготочки накрашу и и буду как говорится смотреть большой брат да одна одиночка городом одиночка хорошо ноготочки смотрю свой любимый любимую передачу большой брат и решила с вами пропрощаться до завтра я не знаю что то бледноватое что не поймала посмотрим не понравится сатру правда всего вам самого лучшего приятной и продуктивной рабочей недели всего самого лучшего я уже говорила в общем всем пока пока и до завтра